Следующие цели для того, чтобы решить существующие проблемы. Это поддержка традиционных ценностей и культурных норм в средствах массовой информации и информационных пространствах, а также в образовательных культурных системах. Второе. Создание устойчивых связей между социумом и культурной общественностью. Третье. Развитие законодательной инициативы в социо-культурной сфере. Формирование рабочей группы, участвующей в создании федерального закона о культуре, в котором была бы закреплена государственная национальная идея. Четвертое. Развитие законодательной инициативы в социо-культурной сфере. Итак, это мы уже... А, повторили, простите. И следующее. Доступность культурного наследия и историко-культурных ценностей для граждан России. На основе этого мы определили миссию нашей группы, которая заключается в следующем. Формирование, объединяющее национальные идеи через создание государственной платформы социально-культурной России на основе традиционных ценностей. Культура – основа развития территории. В данном случае мы перекликаемся уже с некоторыми группами просто напрямую. Каким образом мы сформировали образ будущего? Дело в том, что мы решили, что наш образ будущего мы не будем затягивать до 1935 года. Мы решили, что мы к 1930 году уже сможем решить основные задачи и выйти на конкретные результаты. Образ будущего у нас состоит из следующих наших постулатов. Создание культурной сферы является основой развития общества и государства. К 1930 году будет создана единая согласованная система формирования гармоничной личности через интеграцию образовательного, городского, культурного и других пространств на протяжении всей жизни гражданина Российской Федерации. Удовлетворение культурных запросов и потребностей общества происходит на основе возрожденных социокультурных ценностей. Духовно-нравственные ценности и культурный человек стали трендами и основой жизни общества. Социокультурное взаимодействие не имеет границ. Произошла реинтеграция постсоветского пространства, в том числе в социокультурной сфере. Восстановлена связь поколений. Трансляция традиционных и ценностных норм осуществляется на уровне межпоколемческих связей. В основе идеологии управления развитием территории лежит деятельность и интересы сообщества. Управление территорией ушло от системы администрирования к системе живых городов. Работает система государственной поддержки культуры и самоокупаемость культурной деятельности. Произошла капитализация российской культуры на российском международном уровне. Вот это вот и, секундочку, что мы отметили в дорожной карте, это мы определили, выбрали, как всегда, страна политика. Это инициация для сообщества, еще раз сказать, воспитательной, для создания платформы «Социальная культурная Россия». Я готова ответить на ваши вопросы, какие у вас есть предложения, и мы готовы выслужить ваше возражение. Кто возрождается? Да. Вы сказали про национальную идею, а какая у вас национальная идея предложена? Вы знаете, в данном случае национальная идея, это сумма национальных идей российского государства, потому что российское государство многонациональное. Но дело все в том, что эта национальная идея, она должна основываться на культуре российского государства, я не имею в виду только, которая сформирована в нынешнее время, а которая еще формировалась веками. Это национальная идея, это российская национальная идея. Мы не будем ее в данном случае разделять на... В логическом сессии делается доклад от имени группы. Любые личные трактовки являются частным мнением. Поэтому докладывается образ будущего, дорожная карта, и все. Ну, в принципе, я закончила. Хорошо. Когда завтра у нас группы будут собираться по девяти линзам, да, это антологическая ценность, да, предание, нормам, мировоззрение, идеологию, культуру, социум, политика и экономика. Вот ваши посылы группам завтра. Да, наши посылы группам завтра. В образе будущего, да? Да, это относится и к экономике, это относится к политике, относится к социуму, относится к культуре. Потому что мы, вот это вот мы выбрали как основные наши платформы, на которые мы делали свои предложения, которые обсуждали. А члены группы, какие концентры группы выбрали?